Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. Сегодня отмечается Всероссийский день лицеиста. Именно 19 октября по старому стилю 1811 года открылся императорский царско-сельский лице, в котором обучался Александр Пушкин. Праздник вошел в список официальных мероприятий лишь в начале 90-х годов прошлого столетия. А что нового и интересного в Десногорске мы узнаем прямо сейчас. Сегодня в выпуске смотрите. Чтоб было красиво, чтоб было приятно, чисто, хорошо было. Чистый город, чистая совесть. Десногорцы навели порядок на улицах города. Ключок от исполнения бюджета муниципального образования города Десногорск и Смоленцевой области за 9 месяцев 2018 года. В администрации прошло плановое заседание комиссии депутатов. Пенсионеры, тем не менее, остаются одной из самых лакомых аудиторий именно для финансовых мошенников. Ликбез от Центробанка. Как уберечь свои деньги от мошенников? Полиция, как оказалось? Полиция оказалась при задержании, при преступлении. Четыре автомобилиста за одну ночь лишились аккумуляторов и магнитол. Если бы не было семьи, то мы бы вообще не родились и мы бы сразу поняли, потому что нас бы никто не кормил. Первоклассники выявили формулу семейного счастья. Десногорск – самый молодой город Смоленской области. Жители по праву гордятся его красотой. Чтобы сохранить пальму первенства самого чистого, руководство города и станции регулярно проводят общегородские субботники. Наша съемочная группа проехалась по улицам, чтобы узнать, как прошла акция в этот раз. Традиционное мероприятие для нашего города – экологический субботник. Ежегодно тысячи десногорцев выходят на улицы, чтобы привести город в порядок, сделать его чистым и красивым. Грабли, метла и лопаты – вот то, чем вооружились десногорцы. В этот раз им предстояла нелегкая задача – очистить город от палой листвы, песка, грязи и мусора. Как всегда, для приведения родного города в порядок вышел настоящий трудовой десант – работники всех предприятий и организаций, ветераны и молодежь. Делаем доброе дело, ну и труд всегда приятен на благо нашего города. Очень приятно, когда хорошая погода, веселый коллектив, дружный. Приятно проводить время на улицах города, наводить чистоту и порядок. Как мы наш город любим, прекрасный город. Пообщаться с людьми, с хорошими, с друзьями, со знакомыми. И почаще были такие субботники. Очень хорошо, очень прекрасно. Чтобы был чистый город, чтобы было в нем приятно находиться. Я считаю, что это мне несложно было. Хотим сделать город чище. Хоть чуть-чуточку, но чище. Работаем слаженно, настроение отлично и в команде. Город должен быть чистым, без мусора. Ну, чтобы было красиво, чтобы было приятно, чисто, хорошо было. Надо делать, городу помогать. Тогда будет приятно, хорошо всем жить. В субботнике также приняли участие и некоторые предприниматели нашего города со своими коллективами. Другие же не посчитали нужным присоединиться к общему делу. Однако сплоченность десногорцев помогла, невзирая ни на что, привести Атомград в порядок за считанные часы. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ. Чем вы занимаетесь во время поездки в общественном транспорте? Гости из Германии, например, поют и танцуют. Немецкая делегация из города Хаген проехалась в Смоленском трамвае. Номер исполнили музыканты, капельная группа и председатель общественной организации «Круг друзей Хаген Смоленск» Ханс Вернер Энгель. Видеоролик попал в социальные сети. Социально-экономическое развитие города. Изменения в уставе Десногорска и в бюджете на следующий год. Эти и другие вопросы обсуждались на заседаниях депутатских комиссий. Подробности далее. На протяжении двух дней в администрации Десногорска проходили заседания депутатской комиссии. 17 октября обсуждались вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан, а также мандатной и депутатской этики. Также депутаты утвердили список работников предприятия «Атомтранс» для награждения благодарственными письмами в честь профессионального праздника Дня автомобилиста. В этом году его отмечают 28 октября. А 18 октября обсуждались вопросы развития города, городского хозяйства и экологии. В повестке дня числилось 13 вопросов. Депутаты заслушали доклады представителей МУПККП и службы благоустройства о готовности обслуживать город в осенне-зимний период. На данный момент закуплена техническая соль для смеси, реагенты, отремонтирована вся снегоуборочная техника. Начальник финансового управления Светлана Потупаева рассказала об основных параметрах и направлениях исполнения бюджета Десногорска за 9 месяцев текущего года, о дебиторской и кредиторской задолженностях. Депутаты заслушали доклад заместителя главы города по экономическим вопросам Антона Шестерякова. Он рассказал о стратегиях социально-экономического развития города до 2030 года. Также парламентарии утвердили изменения в правила землепользования и застройки города. Эти и другие вопросы комиссия приняла решение вынести на 55-ю очередную сессию городского совета. Светлана Разганова, Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ Технический прогресс – неотъемлемая часть жизни современного общества. Нас все больше затягивают гаджеты и интернет. А между тем, вместе со всеми бонусами технологии приходят и люди, которые пытаются использовать их в корыстных целях. С каждым днем мы узнаем о все новых схемах финансовых мошенников. К сожалению, успеть за ними простому человеку не под силу. Как же все-таки уберечь свой капитал и не попасть в просаг? Об этом в нашем сюжете. Для того, чтобы помочь разобраться в проблеме и избежать ситуаций, связанных с риском потерять деньги, на помощь десногорцам пришли сотрудники Центробанка России. На пресс-конференции они подробно рассказали обо всех рисках и мошеннических схемах, обсудили финансовые пирамиды и микрофинансовые организации. Наша задача – объяснить, что мы делаем, в том числе и то, что связано с инфляцией, то, что связано с противодействием финансового мошенничества, как распознать. То есть дать людям реальные некие технологии. Это простые технологии, для использования которых не нужны специализированные финансовые знания. Чего же стоит опасаться в первую очередь? Как гласит народная мудрость – не держите яйца в одной корзине, распределяйте денежные средства по разным счетам. Центробанк предупреждает, что доходность по финансовым инвестициям не должна превышать 20% годовых. Если вам предлагают более высокую прибыль, то следует задуматься. Не забывайте, что гарантии по инвестициям вам тоже дать никто не может. Нет, государство страхует только банковские вклады. Если компания, в которую вас приглашают, не внесена в государственный реестр финансовых организаций, которые ведет Центробанк, не стоит с ними связываться. Сейчас на рынке микрофинансирования очень много компаний-однодневок, которые предлагают нереально выгодные условия договора. Поэтому, чтобы обезопасить себя, проверяйте организации на сайтах Банка России ЦБР.ру и финансовой культуры Финкульт.инфо. Также это можно сделать по телефону горячей линии Центробанка. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ. В страшном ДТП в Смоленской области погибли два человека. Авария произошла на трассе М1 недалеко от Печерска. 21-летний водитель ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. Ночи в Ярции проходят неспокойно. В одну из них водительцы машин лишились части своего имущества. Как злоумышленникам удалось обократь сразу несколько автомобилей за несколько часов. Смотрите в нашем сюжете. Полицейским поступило несколько сообщений о кражах со схожим сюжетом. Неизвестные разбивали стекло в автомобилях и похищали все ценное. Чаще всего этими вещами оказывались магнитолы и аккумуляторы. Общая сумма добычи воров составила более 20 тысяч рублей. Преступники не утверждали себя размышлениями о последствиях и ограбили машины, которые были припаркованы на одной улице недалеко друг от друга. Полицейским удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались 18-летние местные жители. В доме одного из них нашли похищенные вещи, которые они планировали продать. В отношении подозреваемых к следственным отделам Межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Максимальное наказание предусмотрено данной статьей – лишение свободы на срок до 5 лет. Задержанные признали свою вину в содеянном. Ирина Нурматова, Марина Якубишина, Десна-ТВ. Для человека нет ничего дороже семьи. Почему она так важна и что нужно делать для семейного счастья, узнавали первоклассники школы номер 2. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Подробности далее. Человек растет и развивается в семье. Поэтому именно они повели разговор на встречи. Слова Режигова определяют семью как группа людей, которые живут вместе. Кто же входит в эту группу, угадывали первоклассники. Детей занимали не только загадками. Им показали поучительный мультфильм. Он учит детей помогать своим родителям. Ведь после трудового дня они не отдыхают, а продолжают работать. Первоклассник попросили взять какие-то домашние обязанности на себя. Некоторые же их уже выполняют. Символы семьи считаются утка-мандаринка. Они всегда живут вместе, как лебеди. И удивительно, что про них не забыли на встрече. Для детей устроили интересный мастер-класс. Помогали ребятам в этом мамы, волонтеры и учительница. Мне понравилось мероприятие. Мы делали уточек и в конце дали нам конфетки. Это была беседа с детками из второй школы. Мы пригласили их сегодня поговорить на тему семьи. О том, что должно царить в этой семье. Добро, лад, отношения между друг другом. Детям также рассказали о правилах общения в семье. И настроили их на то, что нужно уважать друг друга и слушаться родителей. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Ирина Нурматова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok